Доброго здоровья дорогие! И сейчас ко мне очередные вопросы. Руслан, описываю тебе последовательные события, произошедшие со мной в течение трех недель, начиная с сухого трехсуточного голодания с 21 по 23 ноября и далее, дошедшего до 10 суток с перерывами на питание и растительной пищей, как у тебя, примерно. Сначала, 22 ноября, после суток голодания, утром при пробуждении увидела крутящуюся под потолком тарелку средних размеров коричнево-золотистого цвета, но она быстро перестала быть видимой. После 7-8 суток голоданий в общей сложности, я, слушая одно из твоих видео, заснула на всю ночь, и рано утром, не открывая глаз, почувствовала свою нижнюю часть тела в чем-то теплом и расслабленной, и ощутила с правой стороны от себя, что кто-то живой находится. Я правой рукой нащупала змею, и первая мысль была, обезопасить себя от укуса, я взяла ее рукой за шею, но рука ослабла настолько, что не получилось сжать. Дальше ничего не помнил, сон закончился. Днем, решив протереть пол в комнате, ощутила пульсацию в правом глазу, и сразу увидела очень красивое цветное зрелище, над правым глазом и выше появилась, даже не знаю как назвать, светящийся объект из разноцветных, как в калейдоскопе, стекол, разделенных между собой прозрачными перегородками. Красный, ярко-синий, зеленый, золотисто-коричневый. Начал распускаться и освещать меня и комнату красный цвет, мягкий такой, нежный. Это произошло в течение 2-3 минут, я не знала, что делать, и постепенно все растаяло. Раньше у меня спонтанно происходили такие пульсации дома, в лифте, в книжных магазинах, на улице, в присутствии людей даже, и иногда я видела, как начинает появляться прозрачный живой экран в окан линии серебристого цвета, но он не разворачивался больше, чем наполовину ни разу, и ничего я в нем не видела. Я обратилась к Руслану помочь мне открыть видение, и когда зажгла свечи и стала смотреть в свои глаза в зеркало, то увидела там, уже не в первый раз, себя в разных обликах лицах, это были мужские лица с усами, бородами, грубые черты лица, и женские, то с густыми волосами, то с пышными прическами, с разным разрезом глаз, старые, помоложи, то круглолицей, то овальной формы, разные. И у вас вопрос, что это было? В первую очередь хочу отметить, что после односуточного голодания женщина увидела у себя над собой тарелку. У нее получилось, видите? Но эта женщина уже была подготовлена. Она в этой жизни... Это то, что у нее... То, что с ней было. И потихонечку пытаются проклюнуться ее видение. Точнее, ей пытаются его показать. И ее пытаются активировать, стимулировать. Через меня она сделала всю одну попытку, но там было мало времени. И готовность ее только... Только-только начинает... А в этой жизни готовность ее минимальная. Но готовность была разогнана по прошлому жизни. А сейчас конкретно буду отвечать на вопросы или на комментировать. Комментировать. Но 10 суток с перерывами на растительную пищу, это не 10 суток. Это как раз... Это просто диета перемешанная с голодовками. После суток голодания утром при побуждении увидела крутящуюся под подолоком тарелку средних размеров. Коричнево-золотистого цвета. Вода, она быстро перестала быть видимой. Хороший результат для начала. После 7-8 суток голодания в общей сложности, то есть получается с перерывами. Я слушаю одно из твоих видео, заснул на ночь, и рано утром, не открывая глаз, почувствовала свою нижнюю часть тела в чем-то теплом и расслабленной. Я ощутила с правой стороны от себя что-то живое. Что-то живое находится. Вообще-то это что-то теплое. Вообще-то это змея. Ладно, дочитаю. Я правой рукой нащупал змею, и первая мысль была обезопасить себя от укусов. Я взяла ее рукой за шею, но рука ослабла настолько, что не получилось сжать. Потому что это не животная змея, или не та, которую мы привыкли видеть на улице, хотя частично они родственники. Это ее многомерная часть, большая часть. Эта змея занималась исцелением около вас, у вас. Конкретно перебалансировкой ваших тел. А с чуть-чуть более многомерного тела, оно и балансировало ваше физическое тело и ближайшие тела. И потому у вас не получилось сжать, потому что она непростая змея. Она имеет силу, она имеет сознание, даже мудрость. И конечно, у большинства из нас могут быть такие реакции страха, боязни, укусы, и мы пытаться, можем что-то сделать с тем, кого мы боимся. И вы представляете, что если бы это была змея была злобная, плохая, как некоторые выражаются, темная, или посланцем рептилоидов, как некоторые сейчас, или знаком рептилоидов. Так это ваши личные убеждения, предубеждения, страхи, которые вы проецируете на все, что вокруг вас происходит. И если бы она была действительно вот такой злой, или которая у нас была бы, даже те змеи, которые у нас в природе, они не трогают человека сами. Они человеком не питаются, поэтому они его не трогают. Но они укусают людей при опасности, когда на них наступают, когда им угрожают, когда им создают конфликт те же самые люди, случайные или специальные. И вы понимаете, что произошло, если бы в реальную змею, кусачью, ядовитую, тем более, она взяла бы за шею, пыталась бы сжать, или бы душить, или убить. Конечно, она бы попыталась укусить, и насколько получилось бы у нее, это уже отдельный вопрос. Вот, а эта змея ничего не сделала, она просто отразила. И так, обезвредила усилия женщину, но не укусила она, потому что исцеляла, пыталась это сделать. И частично это получалось. Хотя женщина прервала это исцеление, но ничего, может быть в следующий раз, может быть в потом, если змея не обиделась. Или те существа, которые привели змею, не обидчивали. Хотя это в семье было организовано высшим я, человека, около которого он находился. Самого человека. Дальше не помню, сон закончился. Днем, решив потереть пол в комнате, ощутила пульсацию в правом глазу, и сразу увидела красивое цветное зрелище над правым глазом. И выше появился даже, не знаю как назвать, светящийся объект из разноцветных, как в калейдоскопе, стекол. Разделенный между собой прозрачными перегородками, красный, ярко-синий, зеленый, золотистый, коричневый. Начал распускаться и освещать меня и комнату красный цвет, мягкий такой, нежный. Это произошло в течение двух-трех минут, я не знала, что делать, и постепенно все расставило. Вот еще один этап. Красиво, да? Многомерное образное видение открывается, потихонечку проклевывается, как может, насколько вы позволяете. Эквивалентно вашим усилиям, которые я описываю в своих видео, и все-таки, то, что получается на таких коротких промежутках голодания и подготовки, и желания, и намерения, это ваш результат, который просто начинает активироваться, или чуть более ясно или часто видеться при тех усилиях, которых я рекомендую. Продолжать, если вы хотите дальше открывать это и более этого. А это энергетические субстанции, живые. Это энергетический мир вам открывается, как там все выглядит, красиво, кстати. Разговаривать или общаться, или обмениваться с энергетическими существами очень приятно, потому что сам становишься таким на это время. это мало переключается с физического тела на те самые энергетические, и там особая жизнь. Когда вы попробуете, вы поймете, как две разные жизни, хотя их можно соединять. Можно оттуда проводить энергию сюда, также оттуда туда, хотя веса не пустят вас такими энергиями туда. Раньше у меня спонтанно происходили такие пульсации дома, в лифте, в книжных магазинах, на улице, в присутствии людей даже. Иногда я видела, как начинает появляться прозрачный живой экран в окаймлении серебристого цвета, но он не разворачивался больше, чем наполовину, и ничего я в нем не видела. Вот что вас ждет. Экран. Хотя бы один, который пытается, кстати, его пытаются вам подсунуть, грубо говоря, или показать те, с кем вы договорились об его проявлении, и потом обучение вас пользоваться экраном, и потом работать с людьми. Начали с собой по оздоровлению, а потом и совершенствуясь у себя, а потом и с людьми. Когда вы станете настолько совершенны, что люди сами потянутся к вам. До этого вам предстоит работа с собой, хотя бы через экран. Это хороший помощник. Который вам показывает, что он возможен, чтобы вас подтолкнуть, даже вдохновить к тому, чтобы вы сами начинали открывать себя через те практики, которые я преподаю. Хотя бы через видео. Это ответ для всех, кто смотрит это видео. Они очень простые. Вот я сейчас нахожусь на суточном голодании. Я уже больше суток ничего не ел и пил. Интересная энергия, интересные ощущения, но это стоит того, чтобы поддерживать себя в таком состоянии многомерном. И, если вы хотите больше нить, каскадно увеличивать сроки голодания. Двое суток, трое суток, четверо и дальше. Постепенно. Я обратился к Руслану, помочь мне открыть видение. И когда зажгла свечи, стала смотреть в свои глаза в зеркало. То увидела там, уже не в первый раз, себя в различных обликах лицах. Это были мужские лица с усами, бородами, грубые черты лица и женские. То с густыми волосами, то с пышными прическами, с разным разрезом глаз, старые, помоложе, круглолицей, то овальной формы, разными. Вот вы увидели себя в разных воплощениях, начали вспоминать. Хотя не только это может быть и воплощение, это может быть и те люди, с которыми вы привязаны, и те, с которыми у вас что-то осталось, кармическое, или задолженность, или какие-то недоделки, это выясняется впоследствии, когда вы продолжаете это делать и видите все яснее. Если вы делаете усилия и продолжаете попытки, то вы увидите с каждым разом все четче и дальше. Хотя это видео уже заканчивается, потому что время завершается. На этом с вами прощаюсь. До следующих встреч. Пока. Пока.